Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования. В эфире программа «Сирена» и я, Ангелина Дикун. Сегодня в выпуске. Есть пострадавшие. В центре города произошло ДТП. Пора домой. Шесть нелегалов, проживающих в Бавруйске, выдворены из страны. Выходки под шофе. Двое ранее несудимых горожан переступили черту закона. Опасный маршрут в городе на оживленном перекрестке произошло ДТП, в котором пострадали люди. К счастью, обошлось без гибели, но с госпитализацией. Подробности случившегося в нашем материале. Осколки стекла, разлитый тасол и две кареты скорой помощи. ДТП на перекрестке улиц Советска и Бахарова произошло около 16.00. Я ничего не поняла, что произошло. Я сидела в бок смотрела тут. Тут вот парень сидел, не знаю, я не заметила даже, что. Ударились в переносице сиденья, получается, да, впереди? Сиденья. Как самочувствие сейчас у вас? Ну ничего, сейчас поедем в больницу на снимки. Как стало известно, дорогу не поделили Тойота и маршрутное такси. Пострадали пассажиры обоих транспортных средств. Мы забираем двоих, и двоих забирает линейная бригада. С серьезными травмами? Ну пока что только одна женщина с черепно-мозговой травмой, и там пускай специалисты будут оценивать ситуацию. Эту травму получила пассажирка Тойоты. Бабушка пояснила, ехали с кладбищ, дальше удар и сирены скорой. Пообщаться с внучкой нам не удалось, она всячески избегала камер. В отличие от водителя маршрутки, Станислав Чирило убежден, он ехал на разрешающий сигнал светофора. Собрался поворачиваться налево, так как нам вообще надо было направо, но там все, ремонт дороги. Собрался поворачиваться налево, и в этот момент, когда голову, как бы, даже не успел ничего сообразить, как женщина в меня влетела, я чуть-чуть только успел вправо руль повернуть, ну все. Сами пострадали, нет? Ну чуть-чуть рука болит, так вроде бы все хорошо. Скажите, много ли было пассажиров внутри? Не скажу, но человек 15 было точно. После интервью водитель маршрутки все же обратился к медикам. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение. О том, кто стал виновником столкновения и почему оно произошло, сегодня выясняют госавтоинспекторы. К слову, только за неделю на дорогах города произошло 23 наружно-транспортных происшествия. На дорогах района десятки штрафов и двое пьяных за рулем. Одного из них задержал житель Минского района. Он самостоятельно остановил нарушителя и забрал ключи до приезда сотрудников ГАИ. В районе деревни Плесы, на автодороге Минск-Гомель, жителя города Бобруйска, 44-летнего, который управлял автомашиной, принадлежащей ему в состоянии алкогольного опьянения. В течение 10 минут на месте уже были сотрудники ДПС. Мужчину доставили в наркологический диспансер. Освидетельствование показало порядка 3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сегодня горе-водитель рискует лишиться права управления транспортным средством, как минимум на несколько месяцев. Пять пожаров в городе и на районе. Огонь уничтожил несколько хозпостроек и кровли дачных домов. К счастью, обошлось без жертв. В качестве основных версий спасателей – эксплуатации печного оборудования и полы сухой растительности. 11 апреля в 14.16 в дежурную службу спасателей поступил звонок от соседей. Они сообщили о пожаре на одном из участков – Воротынского сельсовета. По прибытии на место пожарных расчетов огнем были охвачены три деревянные сельхозпостройки. Полыхала трава на территории участка. Наиболее вероятная версия данного пожара – это неосторожное обращение с огнем при разведении костра с последующим загоранием сухой растительности. В результате отсутствия контроля пламя перебросилось на сухую растительность и это привело к материальным ущербам граждан. Постройки уберечь не удалось, но обошлось без человеческих жертв. Днем позже, около 9 вечера, стихия бушевала в Бобруйске. На улице Володарского горел жилой дом. По прибытию на место подразделения МЧС наблюдался выход дыма из-под кровли дома. В результате оперативных действий удалось ликвидировать загорание быстро и тем самым спасти жилой дом от пожара. Основная версия случившегося – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Именно ее считают основной в еще одном ЧП в деревне Лоси. Там горел дачный дом. Никто не пострадал. Пожар уничтожил кровлю дома, повредил стены, потолок и перекрытия. По фактам проводятся проверки. Пасатели напоминают, в 90% случаев пожары происходят из-за беспечности самих граждан. Хотелось бы напомнить нашим гражданам, что в случае, когда вы не сомневаетесь в правильности эксплуатации вашей печи или хотите проверить, насколько правильно она установлена, для этого можно позвонить на номер 101 или 112 и попросить консультативной помощи от специалистов МЧС. Шесть краж, пять преступлений в сфере высоких технологий, два хулиганства, мошенничество и грабеж. В городе за неделю оперативники раскрыли 14 преступлений. В районе возбудили 8 уголовных дел. По-прежнему в топе 205-я статья кражи. 8 апреля в Бобруйский РОВД заявлением обратилась жительница поселка Юбилейного о том, что у нее со двора похищены алюминиевый бидон и кастрюля. А также в дальнейшем было установлено, что у нее же со двора похищен бензиновый триммер. 10 апреля мужчину задержали. Им оказался ранее не судимый, не работающий житель Бобруйска. Распорядиться краденым он не успел, но заработал статью. По 205-й будет отвечать по закону еще один мужчина. На этот раз жители района. Он украл деньги. После совместного распития с хозяином домовладения, с нашим потерпевшим, совершил хищение денежных средств в сумме 60 белорусских рублей. Ну, также похищенные деньги, однако частично были изъяты. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Алкоголь, буйный нрав и, как следствие, уголовная статья. На прошлой неделе сотрудники департамента охраны задержали нескольких бобруйчан. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения угрожали убийством, наносили увечья прохожим и оказывали сопротивление оперативникам. Подробности далее. Срочный вызов от дежурного. Необходимо задержать мужчину. Он по подозрению в тяжком преступлении больше суток в розыске. Группа задержания выехала на место. Мужчина был на работе в одной из организаций города по улице Гоголя. Произошел семейный скандал со своей супругой. Угрожал ей расправой. Орудием преступления стал топор. Орудием мужчина не применил. Обошлось без телесных повреждений. К счастью, угрозы остались лишь на словах. Единственное, на что жаловалась жертва – психологическая травма. Как он пояснил, когда вы его уже забирали, свои действия, почему он это совершил? Он сказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит этого. Что он что-либо сделал. Со слов оперативников, мужчина с алкоголем на «ты», но ранее не судим. Сегодня задействие в пьяном угаре ему грозит до двух лет за решеткой. Горького 36. Сработала тревожная кнопка. По прибытию выяснилось, что две гражданки, прогуливаясь, не заметили, как к ним подкрался мужчина и нанес удар в область спины. Гражданки искали спасение в магазине «Корона» у сотрудников охраны. Получается, он отправился за ними, получается, и начал приставать к охране, начал спровоцировать конфликт. Оказывал сопротивление мужчина и прибывший к группе задержания. Усмирить буйного бобручанина, который, к слову, был не трезв, смогли лишь при помощи физической силы и спецсредств. Сегодня мужчина не признается в содеянном, не помнит тот вечер. Однако это не освобождает его от уголовной ответственности. Ему грозит до трех лет лишения свободы. На заработки в никуда правоохранители разыскивают без вести пропавшего Дмитрия Дуделя, 81-го года рождения. 24 июня 2007 года мужчина уехал в Москву, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Особая примета – шрам на левой брови. Фото мужчины сейчас вы видите на своих экранах. Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните по номеру 102. Только с документами и только в рамках закона в Бобруйске и районе после проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» шесть иностранцев были выдворены из страны. Еще с десяток уплатили штраф. Всего за несколько дней оперативники выявили 44 факта несоблюдения миграционного законодательства. В отношении виновных лиц применены меры – депортация и административные штрафы на сумму около 9 сотен рублей. Среди злостных нарушителей – граждане Армении, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Узбекистана, Вьетнама, Израиля и Грузии. Шесть человек были выдворены из страны. Большая масса – 90% – это граждане ближнего зарубежья. Такие как Украина, Молдавия, Казахстан, Армения. Ну, также были и граждане дальнего зарубежья. Привлекли к административной ответственности гражданина Вьетнама. Мужчина работал поваром в одном из кафе города без специального разрешения в Бобруйском районе. За время проведения мероприятий – 10 фактов нарушения законодательства Республики Беларусь. В одном из них мужчину депортировали на родину – в Россию. Было составлено два административных протокола в отношении граждан Украины, которые проживают не по месту регистрации. Были составлены протоколы на иностранных граждан, лезь без гражданства, которые проживают на территории Республики Беларусь, не по месту регистрации, имея разрешение на постоянное проживание по другому адресу. И также был составлен протокол в отношении лица без гражданства, который предоставило жилое помещение для проживания гражданам Украины. с нарушением правил пребывания. Гостеприимные жительницы района теперь придется заплатить штраф. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин